Мы затопим в доме печь, в доме печь. Мы дару позарем, за стены иди сюда. Когда песни заканчиваются, парни и девушки переходят на несколько тонов пониже. Время рассказывать страшилке. В одном лагере стоял дом, в котором было одно окно и почему-то постоянно была открыта дверь. Разные истории, разные реакции. Кто проникается, кто хихикает, кто скучает. Вожатые говорят, что в этом виноват современный кинематограф, который с детства приучается к фонтанам крови и жестокости. Утром они проснулись в грязном подвале, наполняющем ужасом доколений. И встретил мужчина в маске. Он увел родителей девочки. Девочка кричала, но позже мужчина в маске принес ей суп, в котором плавало обучальное кольцо с пальцем. В советском лагере, естественно, там страшилки воспринимались на другом уровне. И это, возможно, верилось даже, как сердцем чуешь, что, возможно, это было, возможно, случится с нами. Сейчас, конечно, дети уже по-другому реагируют, потому что много мультиков, ужастиков, всего это нереально, и дети это понимают. Ксюша запоминать страшилки нет необходимости. Она установила на телефон приложение. И истории, леденящие кровь, ей присылают по интернету. Просто была история про… ну, она называется «Нельзя ночью смотреть в окна». А, или «Не смотрите ночью в окна», как-то так. Вот, и после этой истории, не знаю, мне было страшно. Да, мы не смотрели в окно, потому что, когда мы ее читали, за окном еще кто-то пробежал, и нам стало вообще так страшно, мы подумали, что это где-то близко, короче. Самые интересные истории рассказывают вожатые, ведь они старше и артистичнее. Им дети доверяют больше. Один мой знакомый друг рассказал мне, он был очевидцем, он рассказал, что это вообще такое, как это, встретить темного близнеца. Он привел рукой по стеклу, у него на пальце оказалась эта кровь. Он поднес ее к рту, понюхал и понял, что это кетчуп! Короче, это вообще самый прикол, самый прикол, который я знаю. Вы что, так пугаете? Однако, испуганными детей спать вожатые не отпустят. Еще пара задорных песен у костра, и можно расходиться по комнатам. А уж там самые стойкие шепотом продолжат друг друга пугать. Екатерина Богдан, Игорь Антонов, Телемикс.